Нобеля Растамян, секретные материалы, ссылка на канал будет в описании. А сейчас посмотрите секретное интервью Романа Зобнина. Тоже секретное, я вообще не знаю, кто это на самом деле, до этого турнира, потому что я вовлечен в хоккей и подключился к футболу, вдруг этого парня все начали называть главным открытием турнира. И посмотрите, он такой скромный, чем-то похож на Павла Дуцука, но Дуцук, правда, более такой матерый человек, это молодой парень. И такой, достаточно интересный, я вот открыл для себя нового человека, и он, говорят, очень хорошо сзади подчищает, его хвалит даже сам Сергей Игнашевич, посмотрите видео. А встаньте, кто-нибудь присмотрит. Ребята, вопросы, пожалуйста, по руке, да, и все, повторяйте. Мы не хроничные. Заранее, когда в болезни отвечают, уже кто хочет задать, внимательно. Готовы все? Коллеги, начинаем ваши вопросы Роману. Пожалуйста, давайте с вас, наверное. У вас есть вопросы? Ну, давайте, я попозже. Можно позже? Начинаем с КАО, друзья. Первый. Я на Канал, Роман Подпадим, я на Канал Мария. Расскажите в целом, как прошла сегодня тренировка и насколько, какое настроение сейчас в команде? Настроение хорошее. Мы занимались тактикой, мы играли в футбол, какие-то вещи поотрабатывали, что будет с Рубавем, поэтому все идет по плану, готовимся. Следующий вопрос. Роман, у нас вчера было возможность пообщаться с Сергеем Игнашевичем. Мы его спрашивали о том, почему сборная России так в двухматчах успешно играла в обороне, всего один удар 100 в спинальте. Он отметил всю команду, но особо подчеркнул вашу роль, вас и Юры Газинского. Да, вот насколько это для вас приятно, что, в общем, вы снимаете с них, Сергею Кутеповым, большую часть работы? Ну, конечно, приятно слышать это, тем более, Тагнашевич. Но, опять же, могу сказать, что вся команда играет в обороне, все играют компактно, от двух центральных полосочинников не могут голы забивать соперники, из-за того, что мы вдвоем играем хорошо. Вся команда хорошо играет, тактически, опять же, на тренировках мы отрабатываем какие-то вещи. Дай бог, что в дальнейшем то же самое будет. Роман, вы ведь не только обороняетесь хорошо, но и атакуете первый гол Египта. Это фактически ваш удар. Не обидно, что напрямую не зашелся? Или хотя бы от Дзюба, а не от Египта? Да, мне нет, не обидно. Главное, забили гол. Главная команда победила. Там, если честно, я не ставлю перед собой задачи забивать голы. Для меня единственная задача, чтобы наша команда побеждала, и я все делаю для того, чтобы мы выиграли. По поводу соперника, выглавное обстоятельство, очевидно, что фоносимая сборная пока на эфире в чемпионате мира для нашей команды. Правда, я буду рассказывать, что к этому сопернику мы относимся с большим уважением, но это не значит, что его мы не будем оборачивать. Ну, вы видите чемпионат мира, тут много сюрпризов, любая команда может обыграть. Слабая команда может обыграть и фавориты, и наоборот. Вы сами все видите, поэтому мы никого не боимся. Будем играть в свой футбол, у нас есть плановые группы, поэтому будем поддерживаться его, и надеюсь, будет положительный результат. Лаш? Что сейчас в игре в команду «Рубая» больше всего, ну, не то, что напрягает, пугает, составляет задуманность? Ну, наверное, это пара форвардов. Кавань и Суарес. Пара центральных защитников, тоже достаточно хорошая. Поэтому, ну, вообще, в целом, состав очень сильный, и, наверное, на голову выше, я думаю, они ими так. Роман, Испания, Португалия или Иран? С кем интереснее собирать? С кем может быть, куда будет? Знаете, я вообще, на самом деле, не думаю об этом, я готовлю сейчас в «Курубаю», там, время, время покажет, не надо никого загадывать, как будет, так будет. Какой матч, и какой игрок на этом чемпионате, то, что смотрите по телевизору, произвело на вас наибольшее впечатление? Саша говорит. Нет, кроме наших, разумеется, то, что вот по телевизору показывает. Не буду никого отмечать, я не отмечу главную Россию. Роман, вы месяца два с половиной назад были в Самаре со Спартаком, играли на Кубок России, понятно, что на другом стадионе. А какими тремя словами вы охарактеризовали бы этот город? Ну, тремя не получится. Вообще, я достаточно много времени пролил в Тольятти, вырос в школе в Академии Коноплева и достаточно хорошо знаю Самару и знаю, что там люди очень сильно любят футбол. Много у меня там знакомых, там детишкам даже я там билеты купил, чтобы они сходили на футбол, поэтому, наверное, там очень сильно любят футбол. Детям в Академии? Да. А сколько там много футбол? Секрет. Была заключительная. А сборная собирается на предначалную тренировку, которые не говорят, всем составам. А что происходит в этот момент, какая-то установка на тренировку и что вам еще не сказал Виталий Бурганов? Ну, обычно собираемся, тренер говорит, что будет тренировка, и Виталий очень пожелал удачи, сказал, что он всегда с нами. И заключительный на сегодня вопрос под нашей девушке из Китая, да, я правильно? Да, English, please. Вет. Если у вас есть возможность вы хотите играть в Китае, Крембер Ли? У вас есть возможность играть в Китае. Я сейчас не понимаю. Не обтазываюсь. Что ты говорил? Он не думает о том, как... Ага. Так, так что. Спасибо. Спасибо. Спасибо.